Михаил Юхма. Повесть «Шурсямга. Молодой волк». Глава первая. Голодный Шурсямга уже четвёртые сутки неутомимо рыскал по настороженно притихшему зимнему лесу. Но все старания его были напрасны. Ни единого свежего зайчьего следа, ни зарывшегося на ночь в сугроб и беспечно задремавшего тетерева, ни даже захудалой мышиной норы не повстречалось ему на пути. За эти дни он изрядно отощал, бока ввалились, поджар их живот, казалось, и вовсе прилип к хребту. Однако мускулистые лапы по-прежнему ступали пружинисто и бесшумно. Глаза не утратили зоркости, а влажный нос чутко улавливал самый слабый ветерок, который в любой момент мог принести желанный запах добычи. Но лес вокруг словно вымер. Снег лежал чистый и нетронутый. Днём он неприятно слепил белизной, сверкал под солнцем, и лишь с наступлением сумерек назойливый этот блеск пропадал. Сменялся мягкой синевой. Сугробы темнели, и только на опушках до широких прогалинах ещё долго держалось розоватое свечение. Потом гасло и оно. И тогда на снежных гребнях вспыхивали голубоватые искорки от высыпавших на холодное небо далёких и трепетных звёзд. Правда, вчера, вскоре после захода солнца, шурчамга удалось приметить белку, которая суетливо вертелась на самом краю от логой ветки огромного разлапистого дуба. Сперва шурчамга замер на месте, напряжённо втягивая ноздрями дразнящий запах и надеясь, что глупая белка, позабыв об осторожности, спустится на землю. Но, по всей вероятности, именно на этой ветке висели неопавшие осенью жёлуди, а кроме них белку сейчас ничто на свете не интересовало. Тогда шурчамга начал медленно подкрадываться к дереву. Приблизившись на расстояние верного прыжка, он взметнулся высоко в воздух, щёлкнул зубами. Дымчатый хвост пушистого зверька промелькнул перед самой его мордой. Проворная белка, роняя из-под острых коготков кусочки сорванной коры и, возмущённо цокая, стремглав взлетела вверх по стволу, скрылась в своём дупле. Шурчамга ещё немного покрутился под деревом, приминая снег и прислушиваясь к малейшему шороху. Но белка окончательно затаилась. Больше тут делать было нечего. Он неспеша повернулся к ветру, опустил лобастую голову и затрусил прочь от дуба своей неуловимо скользящей, размеренной рысью. Шурчамга был сильным, крепко сбитым и выносливым волком, которому только минувшей весной исполнилось три года. И всё же, несмотря на молодость, он успел испытать на своём веку такое, что выпадает на долю далеко не каждому зверю. Когда Шурчамге было чуть более трёх недель от роду, приехавшие из города охотники разыскали их логово. Отца и мать застрелили. Что стало с братьями и сёстрами, он не знал. А его самого несмышлённого, увольня, сунули в пропахший лошадиным потом мешок и привезли в деревню. Там, в просторном дворе, у крыльца избы, в котором остановились городские охотники, волчонка выдряхнули на землю. Он упал, больно ушибся и не успел ещё подняться на ноги. Как откуда-то из-за сарая на него с грозным рычанием набросилась лохматая дворняга. Плохо пришлось бы, конечно, волчонку. Вполне возможно, что и рассказывать о нём дальше было бы уже нечего. Если бы злющего пса не опередил оказавшийся рядом соседский мальчик. «Не тронь его, шарик, пошёл!» – закричал мальчик, бесстрашно отпихнул собаку ногой, подхватил волчонка на руки и прижал к груди. «Ты чего, не видишь, что ли? Он совсем маленький!» Толпившиеся во дворе деревенские мужики одобрительно заулыбались. Никто из охотников не решался отобрать дрожащего волчонка у мальчика. «Ну ладно, тогда тащи его к себе домой!» – сказал мальчику старший охотник. «Всё равно тут ему, видать, никакого житья не будет!» Более полугода прожил Шурчемга на подворье у мальчика, и это было счастливое время. Мальчик ухаживал за волчонком, кормил его из соски тёплым молоком, а вечером укладывал в свою постель и накрывал одеялом. Отца у мальчика не было, и, наверное, поэтому его мать прощала сыну всякие шалости. С утра до ночи он играл в избе или на улице, и если лесному найдёнушу грозила беда, мальчик всегда спешил к нему на выручку. Женщина тоже привязалась к волчонку. Она нередко брала Шурчемгу к себе на колени, почёсывала у него за ушами, гладила густую шерсть на спине. Тот покорно принимал ласку хозяйке. Ему даже нравились лёгкие эти поглаживания. Но разве могли они сравниться с грубоватыми прикосновениями тормошащих рук мальчика, которого волчонок любил больше всех? К сожалению, эта ничем не омрачённая и счастливая пора в жизни волчонка неожиданно кончилась. Незадолго перед тем, как пойти в школу, хозяин его искупался в реке, сильно простудился и тяжело заболел. Мальчика отвезли в больницу, но спасти его врачам не удалось. Так Шурчемга осиротел вторично. И хотя сломленная горем женщина не прогнала волчонка из дому, а по-прежнему кормила его и ласкала, он сам начал сторониться хозяйке. Часто забивался под крыльцо и дни напролёт просиживал там, не вылезая. По ночам волчонок жалобно скулил, пробовал убежать со двора, тыкался носом в шершавые доски и забора. Но между ними не находилось ни одной щёлки, в которую можно было бы протиснуться. Ворота запирались на засов, а калитка всегда оказывалась плотно прикрытой. Волчонку почему-то представлялось, что если он сумеет выбраться на улицу, то непременно встретит там мальчика. Надо лишь как следует поискать. Вырваться из тесного двора, найти своего пропавшего хозяина и защитника. Вот на что были теперь направлены все усилия волчонка, к чему сводились все его помыслы. И однажды ему повезло. Хозяйка ушла к соседям, позабыв притворить за собой калитку. Путь на улицу был свободен. Не теряя ни минуты, волчонок выскользнул со двора и пустился на поиски своего исчезнувшего друга. Однако, к немалому своего удивлению, на знакомой улице Шурчемга мальчика не встретил, хотя и не пропускал ни одного закоулка. Заглядывал в каждую подворотню. Отовсюду его гнали то собаки, то люди. Незаметно для себя он отбежал далеко от своего дома и очутился на другом краю деревни. Вот здесь-то волчонка и настигла целая сфора разномастных деревенских шавок. Конечно, Шурчемга и раньше примечал, что собаки терпеть его не могут. Стоило ему только появиться за воротами, как они поднимали неистовый лай, норовили наброситься на него всей кучей. Впрочем, до сих пор волчонку не доводилось сталкиваться с ними всерьез. Мальчик обязательно находился где-нибудь поблизости и всегда успевал вовремя отогнать собак. Теперь же волчонок был в одиночестве. Он растерялся, присел на задние лапы посреди улицы, оскалив на всякий случай острые клыки. Собаки на миг остановились. Не зная, как лучше выпутаться из беды, Шурчемга воспользовался замешательством собак и отскочил к углу старого сарая. Это спасло волчонка, потому что позади него оказалась глухая бревенчатая стена. В Шурчемге пока еще не пробудилось сознание жестокой борьбы не на жизнь, а на смерть. Волчонок просто старался отвязаться от докучливых псов, чтобы спокойно продолжить свои поиски. Но инстинкт подсказывал ему беречь горло, и он молча отбивался от разъяренных дворняк. Вертелся у стены и подставлялся собачьим зубам то грудь, то плечо, то покрытые густой шерстью бока. И все-таки, когда какая-то особенно настырная шавка остервенела, вцепилась ему в лопатку, он зарычал от боли, мгновенно полоснул собаку клыком и отпрыгнул в сторону. Из глубокой раны на шее взорвавшейся дворняги хлынула темная кровь. Собака пронзительно завизжала, покатилась клубком, несколько раз дернулась и затихла. А остальные дворняжки, почуяв недоброе, кинулись в рассыпную. Столь быстрая победа слегка озадачила волчонка. Шурчемга еще не осознавал, каким неотразимым оружием являются его клыки. Но тысячелетний опыт диких предков уже напоминал о себе, в нем проснулась жажда боя. Вместе с тем, он смутно чувствовал, что свершившееся убийство способно навлечь на него гнев людей, а значит, и еще большие неприятности. Но судьба, безусловно, хранила волчонка. На его счастье, в ближайших дворах не держали сильных охотничьих собак, волкодавов, которым не составило бы никакого труда справиться с перепуганным Шурчемгой. Он не стал ожидать, пока на шум сбегутся собаки со всей деревни, а бросился вдоль улицы, выскочил на другую, юркнул в чьи-то незапертые ворота. Тут, правда, волчонок чуть было, не нарвался на свирепого матерого гончака. Однако тот сидел на привязи и достать Шурчемгу не смог. Не меньше десятка собак неслось за ним по деревне. К ним присоединялись все новые и новые псы, отрезая спасительную дорогу к дому. И тогда искусственный взъерошенный волчонок, собрав остатки сил, повернул прочь из деревни, к синеющему невдалеке угрюмому лесу. На первых порах Шурчемгань решался углубляться в его неприветливую и таинственную глушь, а бродил по светлым опушкам, словно рассчитывая когда-нибудь покинуть их, возвратиться в деревню, к людям и разыскать затерявшегося между ними заботливого своего хозяина. Однако деревня неизменно встречала волчонка заливистым лаем собак, которых он теперь боялся. И Шурчемга, послушав злобные их голоса, опять устремлялся в лес. У него не оставалось иного выбора, и потому с каждым днем волчонок забирался все дальше и дальше в непролазные дебри, которые были ему покуда чужды, хотя, как он убеждался уже не раз, гостеприимно укрывали его от злых собак и позволяли худо-бедно кормиться. Природа постепенно брала свое, но окончательное превращение в дикого зверя пока в нем не свершилось. Впрочем, он подступил к этой незримой грани вплотную уже спустя несколько дней после того, как, спасаясь от несущейся за ним по пятам собачьей своры, был вынужден повернуть от людского жилья к лесу. За деревней и на берегу широкого пруда стояли длинные постройки птицефермы. Волчонок постоянно наведывался к ней, потому что неподалеку отсюда, в кустах, ему однажды удалось найти пару утиных яиц и черствую корку хлеба. Скудно эта пища лишь раздразнила в нем голод. В Шурщамге нужно было мясо, а по берегам пруда и вокруг фермы в перевалку ходили ленивые утки. Но волчонок не подозревал о том, что именно они-то и есть мясо. Как обычно, под вечер Шурщамга сидел за кустами, когда отбившаяся от стаи утка спокойно прошествовала в каких-то двух шагах от него. Волчонка одолела любопытство, и он покинул укрытие. Утка со страху ткнулась клювом в землю, а потом со всех ног кинулась на утек, заполошно крякая и хлопая крыльями. При виде удирающей птицы в Шурщамге возник азарт погони. Сам еще толком не сознавая, зачем он это делает, волчонок догнал утку, прижал ее лапой и схватил за горло. Теплая кровь оказалась вкусной, и тогда, захлебываясь ею, Шурщамга принялся терзать зубами живую плоть, дробя кости и торопливо глотая их вместе с перьями. Так он понял, что тот, кто убегает от него, просто-напросто добыча мяса. Шурщамга очень скоро научился выслеживать всякую мелкую живность, бесшумно подкрадываться к ней и в стремительном броске убивать. И все-таки для того, чтобы полностью превратиться в зверя, волчонку было необходимо разорвать ту последнюю тоненькую нить, что еще связывало его с тем ласковым и приветливым миром человека, который он познал под неустанной опекой мальчика в деревне. Перед глазами волчонка изредка брежили слабые картины беззаботной жизни в избе. Он не забыл о веселых играх со своим маленьким другом, а порою даже как бы ощущал на своей спине нежное прикосновение ласковой женской руки. Все эти неясные воспоминания порождали в нем щемящую тоску. Она не давала ему покоя, заставляла без устали петлять по опушкам вновь и вновь принюхиваться к доносящемуся издалека горьковатому запаху дыма и человеческого жилья. Но в какой стороне находилась приютившая когда-то волчонка деревня, он уже не помнил. Шурчамгу непреодолимо тянуло к людям. Ему казалось, что все они точно такие же щедрые и заботливые, какими были его прежние хозяева. Он непреклонно верил в людскую доброту вплоть до того часа, когда ему представился случай на собственной шкуре убедиться в обратном. Произошло это с ним уже на втором году жизни, погожим летним днем, когда рано проснувшийся волчонок вышел на охоту и, томимый голодом и неприходящей тоской, не спеша трусил краем леса вдоль просторной поляны, отгороженной от него густыми зарослями малинника. Ветерок неожиданно переменился и в ноздри волчонку ударил совсем близкий запах людей, который не вызвал в нем особенного беспокойства. Припав к земле, Шурчамга осторожно прополз через колючий малинник и выглянул из-за высокой травы. Посреди поляны расположились на отдых косари. Поодали от них паслась треножная лошадь. Люди обедали, и у волчонка вдруг затеплилась надежда, что они сейчас приветят его и накормят. Больше уже не таясь, Шурчамга поднялся во весь свой рост и вышел на поляну. Сначала его заметила лошадь. Она тревожно всхрапнула и, нелепо вздергивая привязанный за повод к ноге головой, запрыгала по скошенной траве. Волчонок принял ее неуклюжие прыжки за приглашение к игре. Он дружелюбно оскалился, приподнял уши и двинулся к лошади, которая с пронзительным ржанием отпрянула к людям. А людей волчонок не опасался, ведь до сих пор самыми яркими своими врагами он считал лишь собак. Но здесь их и в помине-то не было. Однако люди тоже внезапно вскочили, громко крича, размахивая руками. Столь необычное поведение людей остановило волчонка. Он обескураженно опустился на задние лапы. На его морде и во всем облике отражалось только крайнее недоумение. Если бы косарям были известны волчьи повадки, люди без труда догадались бы, что страшный этот зверь не причинит им вреда. Он как бы хочет сказать, «Да что ж это с вами, люди добрые? Я не трону вашу лошадь. Зачем она мне? Я пришел к вам за помощью, с миром. А вы?» Но перепуганные не на шутку косари отнюдь не собирались вникать во всевозможные тонкости звериных поз и неведомых им волчьих повадок. Они просто видели, что едва ли не чудом возникший на поляне и бесстрашно восседающий неподалеку волк, извечный враг человека, губитель скота, свирепый хищник. У страха глаза велики. Люди даже не удосужились, как следует разглядеть этого неукротимого убийцу. Иначе бы они, конечно, поняли, что перед ними не кровожадный матерый волчище, а всего лишь худой, измученный голодом волчонок. Люди ждали нападения хищника и суетливо готовились отразить смертельный волчий прыжок, кто граблями, кто косоя, кто вилами. Наконец, один из косарей не выдержал, изловчился и метко швырнул волчонка тяжелой суковатой палкой. Тот не успел увернуться, и палка, угодив ему прямо в лоб, глубоко рассекла кожу острым сучком. Резкая боль ослепила на миг шущем гу. Волчонок высоко подпрыгнул, елой завертелся на месте, а затем, не разбирая пути, бросился под покров в спасительной чаще. Так люди оборвали ту последнюю связующую нить, которая еще тянулась от них к волчонку. Шущамга постиг, что люди способны относиться к нему ничуть не лучше ненавистных собак. Незаслуженно испытанная волчонка боль начисто стерла в его памяти слабые отблески человеческого участия и доброты. Доверие к людям сменилось страхом перед ними, а страх, как известно, влечет за собой ненависть, которая лежит в основе любой вражды. Теперь шущамга чувствовал только ненависть и страх ко всему сущему, что таило в себе запах человека. Да и люди, в свою очередь, тоже боялись и ненавидели его. Некогда ручной, несмышленый волчонок окончательно переступил ту невидимую грань, что покуда еще отделяла его от осмотрительного и хитрого дикого зверя. Он стал волком. До самого рассвета голодный шущамга продолжал рыскать по заснеженным зарослям, лесным полянам, оврагам и опушкам. Правда, днем он прикорнул под свисающими корнями вывороченной ветром старой ели, но спал недолго. Голод вновь погнал его на поиски табычи. Вообще-то волки выносливые и неприхотливые. Без еды они могут протянуть больше десяти дней. Однако и самому выносливому из них после длительной голодовки приходится туго. В такое время волки становятся опасными даже для своих ослабевших сородичей. Но, по всей вероятности, в здешних лесах не было других волков, кроме самого шущамги. Рана на лбу у него давным-давно зажила, хотя на ее месте осталось хорошо заметное светлое пятнышко. Именно поэтому видевшие его издалека жители окрестных деревень дали этому трехлетнему волку подходящую кличку Шурчамга, что по-чувашски значит с белым пятном на лбу. Шурчамга решил еще раз самым тщательным образом обследовать свои охотничьи угодья. А вдруг на его счастье все-таки попадется какой-нибудь приблудившийся зайчишка. Небо между тем заволокло тяжелыми низкими тучами. Они неспешно проплывали над оголенными верхушками деревьев. И поэтому казалось, что замерзший в дреме безжизненный лес еще больше потемнел, насупился и притаился. Над головой Шурчамги топорщились сизоватые ветви облетевших осин. С плакучих берез струились к субробам тонкие невесомые пряди и лишь на разлапистых сучьях гряжистых дубов держались кое-где пышные снеговые папахи, а впереди расстилалась пушистая равнина, посреди которой там и сям белыми ягнятами застыли причудливо запорошенные снегом пеньки. Волк выбрался на опушку, остановился, принюхиваясь к повлажневшему воздуху и вглядываясь в чернеющие кроны ели и сосен, что мохнатыми великанами вздымались поодаль от сквозных белоствольных берез и зеленоватых осин. Нет, по глухим соснякам да ельникам нынче и вовсе лучше не ходить. Снега под ними почти нет. Темнеет голая земля, усыпанная рыжими хвоинками. А зайцы давно в белые шубы оделись. Теперь они прячутся в мелколесье, лежат под заснеженными кустами да кочками. Шурчамга внимательно оглядывал свои владения, чутко прислушивался, стараясь уловить хоть какое-нибудь движение, не пропустить ни малейшего шороха, но тихо было в лесу, будто он и впрямь вымер, ни звука, ни ветерка. Так, чего доброго недолго подумать, что лишь один ты живой во всем лесу остался. Волк подступил к поваленному стволу, поднял заднюю ногу и на всякий случай оставил свою отметину. Мало ли, кто еще сюда забредет, пускай знает, что в этом лесу уже есть хозяин. Пока, однако, на затвердевшем Насте не видно чужих следов и подозрительных запахов вроде не чувствуется. Только его собственные перебежки от одного куста к другому ведут. А след у Шурчемги приметный. Было с ним когда-то. Попал он по глупости правой передней лапы в лисий капкан. Ногу-то, конечно, выдернул, но с той поры на ней когти будто подстрижены и от этого вмятина на снегу получается вроде бы чуточку круглее и поменьше, чем от остальных лап. Шурчемге, впрочем, нисколько это не мешает. В беге он стремителен и неутомим. Легкое дуновение коснулось ноздрей волка. Он почувствовал запах белки. Ну, так оно и есть. Ведь это же та пушистая тварь, которая поселилась в дубле старого дуба. Не останавливаясь, шурчемга повернулся и осторожно затрусил по своему старому следу. Но под деревом белки не оказалось. Не видать ее было и наверху. Волк медленно отступил от дуба, принюхался, и какое-то смутное беспокойство внезапно зародилось его сердце. Вокруг как будто бы ничего не изменилось, ничто не предвещало беды. По-прежнему недвижен воздух, молчалив лес. Но волк уже твердо знал, что где-то рядом таится смерть. И грозить этой смертью в шурчемге может только человек. Ведь его трехлетний жизненный опыт подсказывал волку, что медлить дольше нельзя, надо бежать без оглядки спасаться. Подобно серой молнии метнулся шурчемга за толстый ствол корявой сосны, и в ту же секунду прогремел выстрел. Картечь шваркнула по древесной коре. Левое ухо волка обожгло острым болью, однако он уже перемахнул через неглубокий овраг. И, пластаясь беги, летел сквозь лесные дебри, как выпущенная из лука стрела. Второй выстрел запоздало прозвучал далеко позади.